Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Когда-то, когда Франция была самостоятельна, и когда ее возглавлял опытный генерал Шарль де Голь, она в точном соответствии с конфуцианским не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик. Кто падал и поднимался едва ли не первой из западноевропейских стран установила дипломатические отношения с Китаем. Визит Си Цзиньпина во Францию, с одной стороны, разумеется, приурочен к этому важнейшему в истории не только Китая, но и нынешнего общеевропейского блока, а с другой, это еще и демонстрация мягкой китайской экономике, сумевший за чуть более чем полстолетия полностью изменить баланс отношений в мире и к себе в этом мире. И это заслуга не только чистой политики, но и умение жить, рассматривая эпохи, а не какие-то жалкие электоральные циклы в качестве цивилизационной опоры. Понедельник – день тяжелый и тяжелее всех он будет для хозяина Элисейского дворца. Ему придется, вне зависимости от его желаний, интенций, интересов и всего прочего, выслушать наставления от китайского собеседника, понимая собственную человеческую, несомненно, тоже слабость, в беседе двух лидеров Макрон попросил присоединиться председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен. Она будет играть группу европейских болельщиков, которые, как известно, всегда скандируют одни и те же лозунги «Демократия – право человека». Со скандированием может выйти неудача. Кричалки хороши, когда команда выигрывает, но экономическая ситуация в общеевропейском блоке такая, что уж лучше помолчали бы, накрылась премия в квартал. Причина, и это категорически не хотят понимать те, кто решил удушить нас санкциями, в том, что они сами практически прикончили путем публичной казни через повешение свою индустрию. Не реализовано первое, не получится и со второй. Станет ли это одним из китайских наставлений Макрону и фон дер Ляйен? Посмотрим. Следующий пункт повестки – экономические и торговые отношения. Доля Франции на внутреннем китайском рынке составляет 1,4%, а доля Китая на внутреннем рынке Пятой Республики – 9%. Цифры приводит французское внешнеполитическое ведомство. Вообще-то, при такой разнице в весе и мускулатуре на ринг лучше не соваться тому, кто процент и 4 десятых. Таковы правила спорта. И таковы правила дипломати. Если стрелка на весах не в вашу пользу, имеет смысл вести себя тихо. Но ведь Макрон, пусть и маленькая экономически, зато страшно гордая собой птичка. Есть еще один неловкий момент. Париж сегодня – это не Париж эпохи де Голля. Министр обращался с американцами так, как считал нужным и правильным для Франции. Плевать он хотел на Вашингтон, тамошнее глубинное государство. Он защищал интересы своей страны, интересы французов и французской цивилизации. Поэтому Франция и проводила абсолютно независимую внешнюю политику, параллельно раскручивая свою индустрию и создавая собственные сдерживания. Макрон с момента избрания действует исключительно в интересах глобалистских олигархических групп, из-под тяжка распродавая национальную промышленность и открыто говоря, что готов предоставить в ЕС. В обоих случаях он действует не как политик, а как инвестиционный банкир, для которого прибыль, нынешняя или потенциальная, важнее суверенитета государства и интересов его же собственных избирателей. Есть две сферы приложения человеческого интеллекта и эмоций, в которых последовательность в действиях колоссально важна, поскольку вызывает уважение. Это любовь в данном случае к стране, где родился и эта политика, когда требуются интересы страны. У китайского лидера и того, и другого, и это очевидно, с избытком. А сомнений в том, за кем останется этот французский раунд европейского турне Си Цзиньпина, нет. Друзья, всем привет. Сегодня в новостях. У России нужно забрать золото, МИД России ответил на наглый наезд европейского парламента. В Вении была проведена 67 сессия комиссии ООН, где заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин объявил, что в России будет пересматривать все доселе существующие международные отношения будут пересмотрены. И все договоры, которые были невыгодны для РФ, будут расторгнуты. Любым кабальным отношением конец, что давно пора было сделать. Теперь Россия ориентируется на собственные интересы и не собирается соответствовать чьим-то ожиданиям. Кроме того, на встрече сотрудник МИД России сказал, что любые новые соглашения будут заключаться с точки зрения выгод и развития для РФ. И это актуально, так как мировое сообщество всеми силами старается изолировать страну. И все это вызывает нарушения в глобальном балансе сил. И вот у Запада появился большой повод, чтобы задуматься. Теперь в России собираются заново проанализировать все договоры. И в рассмотрении соглашений будут принимать участие не только представители МИД, но и других ведомств. И все это говорит о том, что данному процессу уделяется просто огромное внимание. Идею о том, что нужно пересмотреть существующие соглашения, высказала Валентина Матвиенко, которая является председателем Совета Федерации. И сейчас решается, какие критерии отбора будут использоваться в процессе анализа. В настоящее время в мире работают тысячи соглашений. И все предложения по отмене каких-либо невыгодных договоров будет рассматривать президент. А в соответствии с Конституцией он имеет полное право начать процесс расторжения таких договоренностей. И в результате у прошлых партнеров, но нынешних оппонентов прервутся многочисленные источники доходов. Конечно, Европе такой расклад не нравится. И на Западе опять придумывают различные каверзы. К примеру, депутаты ЕС предъявляют России требования о возврате Румынии и ее национальных достояний. И вроде, как туда входят культурные ценности и запасы золота. Естественно, в Европейском парламенте все на это согласились. И как так там все утверждают, это все добро передавалось России на хранение. На все эти претензии ответила Мария Захарова. Она заявила, что Румыния саботирует обстановку в Европарламенте и недостаток средств хочет получить за счет России. Кроме того, представитель МИД заявила, что Румыния, когда была союзником Гитлера и причинила много вреда. И вот теперь в ход идут какие-то вымышленные долги из глубин вековой истории. Также Захарова обвинила Румынию в нарушениях международных прав. Кроме того, эксперты заявляют, что власти Румынии действительно в годы Первой мировой вывозили в Россию золото. Но в настоящее время долговые задолженности этой страны перед Россией значительно превышают стоимость золотого запаса, который был завезен в начале прошлого столетия. И если уж затрагивать вопросы возвратов, имеющих вековую историю, то пусть Великобритания, Испания и другие европейские страны вернут все изъятые у Индии, стран Африки и других государств. Не говоря уже о том, сколько всего забрали колонизаторы у коренных жителей Америки. А вы что думаете, друзья, по этому поводу? Пишите в комментариях. Примеров с хихоханием западного политически тугодумного и недалекого большинства над словами Путина Куча. Начиная с 2007 года с его исторической речи в Мюнхене, когда он изложил программное видение окончательного загнивания Запада и путей выхода из этой ситуации. Хихоньки-хахоньки сменились утиранием соплей через каких-то 15 лет. Про мультики Владимира Владимировича отдельная история, которая совсем все табуретки из-под ног западных заправил вышибла. Ну, кто же мог представить, что какие-то нарисованные мультяшки вдруг начнут летать, плавать и так быстро, что не поймать, не найти и не остановить. Ко-Трия, коллективный Запад, трухануло по полной программе. И ржать перестали. Зато у них теперь появилась новая любимая болезнь – трясамбия. А дальше Россия перестала о чем-то просить и стала требовать – ультиматум Путина к США и НАТО. Ко-Трия в очередной раз ожануло, но уже как-то нервически и сильно перекошенный ханей. Поскольку разумность в политической среде там отсутствует напрочь, то началась эскалация. Ко-Трия приступила к разворачиванию беспрецедентной санкционной блокады России с помощью всех возможных ограничений со стороны стран табаки. На волне сильнейшей информационной дезинформации в мировом пространстве эти действия выглядели как катастрофа для РФ. Двухпроцентная экономика, да еще и разорванная в клочья уже 30 лет назад, должна была рассыпаться в хлам, вырыть себе ямку и закопаться туда самостоятельно. А Путин обязан был свернуть все свои программы и сдаться на милость Ко-Трии. Только вот планы нашего президента никак не соответствовали ожиданиям Запада. Он ведь сразу их предупредил, что все санкции однозначно имеют эффект бумеранга и они гораздо больнее ударят по экономике стран, которые их водят. А Россия выдержит и пойдет дальше. Картина по экономике тех же штатов показывала, появились все признаки рецессии. Замедлился экономический рост. Деловая активность падала на глазах. Во всех ключевых отраслях снизились темпы производства. Инфляция набирала обороты. Сказались все необдуманные денежные эмиссии, которыми пытались залить провалы и задобрить население. Дальнейшее печатание денег просто разгоняло инфляцию и все.